ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Смотрите сегодня в программе! Танжен Сидж 2 Брукенворлд! Фундаментальное нововведение! Это два новых класса персонажей! Фист оф Стоун, Каменный Кулак и Блад Эссессиен, или Кровавый Убийца, оба класса гибридные! Джоин Таск Форс! Миссии совершенно линейные, брифинги излишне пафосны, а солдаты запредельно тупы. Из светлых сторон замечена только одна. Игра очень красива! Марвел! Альтимейт Альянс! Играть можно любым из двух десятков суперменов! На этом вкусности только начинаются! Нам дают целую команду из четырех супергероев, состав которой можно изменить в любой момент. Да и во время миссии никто не помешает вам переключаться между подопечными. Тайкон Сити, Нью-Йорк! Игра для широкого круга пользователей. В ней абсолютно нет хардкорности, присущей экономическим симуляторам, нет стихийных бедствий, нет займов, долгов и акций, нет дорожных пробок, нет забастовок и ограблений, нет менеджмента персонала, да и самого персонала по правде сказать тоже нет. А что в ней есть, узнаете совсем скоро! Здорово, чуваки! Это ФАК, программа о компьютерных играх, в которой мы отвечаем на ваши вопросы по прохождению. Сегодня мы начнем с градостроительных симуляторов. Это единственный жанр, представителей которого можно сосчитать по пальцам одной руки. Кроме сериала Сим Сити, новоиспеченные игры Ситилайф и игры, рассматриваемые сегодня, больше и припомнить нечего. Сегодня мы расскажем о Текун Сити, Нью-Йорк. В отличие от Сим Сити, здесь не придется создавать транспортную инфраструктуру и следить за порядком, открывая полицейские и пожарные участки. Разработчики вырезали эти элементы и оставили только одно – экономику. Кроме того, участок, на котором мы будем трудиться, невелик. Казалось бы, Нью-Йорк – один из крупнейших городов в мире и просторы для творчества должны быть огромными. Но нет, нам верен не весь мегаполис, а только остров Манхэттен, небольшой сам по себе. Поэтому спектр задач таков – вам нужно учитывать интересы жителей, по-первых, устроить нужное им здание, парикмахерские, кафе, магазины по продаже видеоигр и тому подобное. И, конечно, поддерживать на должном уровне финансовое состояние. Деньги расходуются крайне быстро, ведь почти каждое здание обходится как минимум в 20 тысяч долларов. Зато зарабатывать их гораздо сложнее. Основные доходы приносят всякие кафешки и забегалотки. Когда селение разрастается, любой фастфуд будет приносить полторы тысячи долларов, а то и больше ежедневно. Остальные строения тоже вносят свою лепту в прибыль, но гораздо меньшую. Игра поступила в продажу 22 февраля 2006 года. Рекомендуемые системные требования. Процессор 3 ГГц, 512 МБ оперативной памяти и 128 видео, а также полтора ГБ на жестком диске. Тайкон Сити — игра для широкого круга пользователей. В ней абсолютно нет хардкорности, присущей экономическим симуляторам, очень урезанный микроменеджмент, нет стихийных бедствий, нет займов, долгов и акций, нет дорожных пробок, нет забастовок и ограблений, нет менеджмента персонала, да и самого персонала, по правде сказать, тоже нет. Наша оценка геймплея — 5 баллов, ведь в Тайкон Сити есть атмосфера. Атмосфера большого и очень уютного мегаполиса, которая передается при помощи двух простых вещей — шустрого графического движка и невероятно живых звуков. Поистине впечатляет масштаб игры. Всего одним движением колесико-мыши вы можете подняться на высоту двухсотэтажного небоскреба, а еще через секунду спуститься к самому асфальту и разглядывать уличное меню возле входа в какое-нибудь кафе. За графику мы ставим 4 балла. Но это не вина игры, ведь разрабатывали ее уже больше года назад. А также при таком приближении вы сможете слушать базарный шум человеческой речи, бесконечное автомобильное бибиканье и стук каблуков. Звук в Тайкон Сити поистине великолепен, и, может быть, именно поэтому в игре практически нет музыки. Звук заслуженно оцениваем на твердые 5 баллов. Позволим себе перефразировать слова джазменов в 30-х годов, людей по большей своей части небогатых. На дереве растет много разных яблок, но если ты играешь в Тайкон Сити Нью-Йорк, то считай, что ты уже сорвал самое большое. Наша общая оценка игры — 5 баллов. Забудьте о микроменеджменте, дорожных пробках, стихийных бедствиях и тому подобных ужасах градостроительных симуляторов. Расслабьтесь, запаситесь временем и с легкой душой приступайте к строительству Нью-Йорка своей мечты в этой простой, но такой глубокой игре. А для тех, кто не хочет копаться так глубоко, наши ответы на ваши вопросы. Первый вопрос. Подскажите, можно как-нибудь крутить вещи? Например, когда строишь автосалон, машины ставятся только в одном положении. А можно ли ее как-нибудь развернуть, чтобы боком поставить? То же самое с транспарантами, скамейками, столами. А когда ставишь любовь в парке, то к одному входу они встают мордами, а к другому, извините, попами. В общем, подскажите мне. Отвечаем. Да, можно. Для этого нужно нажимать пробел. Следующий вопрос. Подскажите, как пройти миссию, где надо выбирать королеву красоты? Отвечаем. Во всех призовых миссиях нужно щелкнуть по людям, пока не найдете того, кто вам нужен. Например, при выборе художницы или королевы красоты. Следующий вопрос. Подскажите, какой принцип открытия района в компании Построй Нью-Йорк? Отвечаем. Все очень просто. Нужно выполнять задания, и районы сами будут открываться. Комиксы в нашей стране не самая популярная тема. Ну а число ярых фанатов, таких, чтобы на американский манер собирать подшивки, ходить навстречу единомышленников, совсем надо полагать маленькое. Но, тем не менее, мы настоятельно не советуем вам проходить мимо Marvel Ultimate Alliance, очередной игры по комиксам. Ведь на этот раз разработчики из Raven Software сделали выстрел из своего самого главного калибра. Компания включила в игру 140 персонажей. От хороших парней и до отъявленных негодяев. Причем управлять можно аж 20-ю. В ход пошли почти все капризы природы, созданные маститой фирмой и зачастую плохо известные даже фанатам. Но главные роли, конечно, отданы любимцам. Это Spider-Man, Нечто, Капитан Америка и прочие звезды комиксов. За злых героев поиграть не выйдет, что немного обидно. Ведь они совсем потеряли совесть и организовали профсоюз, во главе которого стал Доктор Дум с очередным коварным планом. И это все, что приличным людям надо знать о сюжете. Как уже говорилось, играть можно любым из двух десятков суперменов. На этом вкусности только начинаются. Нам дают целую команду из четырех супергероев, состав которой в любой момент можно изменить. Да и во время миссии никто не помешает вам переключаться между подопечными. Как в любом Битвамап, сражения здесь просто бородинские, поэтому без поддержки даже символической на уровне отвлечь остальных, пока я разбираюсь с головарем, играть будет непросто. Плюс это скучно. Ведь за опыт можно получить новые движения и способности, а у героев они уникальны и в большом ассортименте. Спайдермен стреляет паутиной, Капитан Америка кидает свой щит, как опасный бумеранг. Будьте уверены, что проблемы разнообразия перед вами не возникает. В продаже игра появилась 26 октября 2006 года. Мультиплеер имеется и рассчитан на четырех игроков. Системные требования, процессор с частотой 3 ГГц, гигабайт оперативный и 256 мегабайт видеопамяти. На жестком диске игра займет 8 гигабайт. Геймплей можно ругать только за простоту, но это глупо, коли мы играем в аркаду героических размеров. Механика боя выполнена добротно, щепотка РПГ добавляет азарт, а наличие команды — чувство локтя. Способности напарников урезаны специально, чтобы вы чувствовали себя главным и, грубо говоря, сами открывали двери. Эта почетная обязанность возложена на игроках вместе с выполнением чисто условных квестов. Чуть ли не каждую минуту нас ждет небольшое видео и очередной поворот сюжета, что не может не радовать пятерка за геймплей. Если судить игру по реальным, а не по постановочным скриншотам, то перед нами картинка средней степени. Не потолок, но в целом сочненько. При максимальных настройках игра выглядит по-консольному прилизанной. На фоне красивых эффектов, завихрений и бурлящих потоков света иногда мелькают ужасненькие текстуры, которые словно забыли протереть тряпкой. В общем, типичный подход для кросс-платформы. Эффекты загнивают все остальное. Четверка за внешний вид. Звук выполнен на отлично. Каждый герой имеет свой собственный голос. Во время битвы стоит такой шум и гамп, что по-настоящему начинаешь верить в то, что перед тобой рука об руку сражается спайдер-мен, Айсмен и Капитан Америка. Пятерка за звук. Уже в бое с первым боссом, понимая, что за эффекты, за горячую буквально излучающую драйв-сестопляску цветов и какой-то олимпийский пафос, нужно дать не меньше пяти полновесных баллов. Вывод из этого простой. Покупайте геймпад, если до сих пор этого не сделали. Все равно любимый PC вы вряд ли применяете на приставку нового поколения. А к играм вроде Ultimate Alliance нужно быть готовым в любой момент. А чтобы геймплей не омрачались через чур, сложные загадки разработчиков, мы подготовили ответы на самые частые ваши вопросы. Вопрос. Как лучше распределять опыт между героями? Из монстра вылетают монеты, и нужно решать, дать прокачаться другим, разделить поровну, или отдать все своему герою. Так что же делать-то, а? Отвечаем. Качать до упора одного персонажа далеко не лучший вариант, ведь слабые соратники могут умереть в самый ответственный момент. Старайтесь как можно чаще переключаться между героями. Тогда и прокачка у всех будет более-менее одинакова. Вопрос. Можно ли как-нибудь использовать окружающие предметы в борьбе с противником? Отвечаем. Да. Вы можете подобрать обломок трубы и буквально раскидывать противников вокруг себя. Также можно кидать бочки, но учтите, что при этом ваш герой теряет свои сверхспособности. Смотрите далее. Joint Task Force. Миссии совершенно линейные, брифинги излишне пафосны, а солдаты запредельно тупы. И с светлых сторон замечена только одна. Игра очень красива. Танжен Сидж 2 Брукен Ворлд. Фундаментальное нововведение. Это два новых класса персонажей. Фист оф Стоун, Каменный Кулак и Блад Эссессин или Кровавый Убийца. Оба класса гибридные. Смотрите далее. Танжен Сидж 2 Брукен Ворлд. Фундаментальное нововведение. Это два новых класса персонажей. Фист оф Стоун, Каменный Кулак и Блад Эссессин или Кровавый Убийца. Оба класса гибридные. Joint Task Force. Миссии совершенно линейные, брифинги излишне пафосны, а солдаты запредельно тупы. И с светлых сторон замечена только одна. Игра очень красива. С восторгом объявляю вам о появлении в России новой игры в жанре MMORPG RF Online. В живой и постоянно развивающийся мир RF Online уже погрузилось более 10 миллионов человек по всему миру. Это одна из самых ожидаемых игр MMORPG в нашей стране. Впервые онлайн игры в России. Такая поддержка, перспективы развития и сервис. И при этом игра и игровой контент совершенно бесплатны. Встретимся на полях сражений в игре RF Online. Дополнение Dungeon Siege 2 Broken World рассчитано исключительно на поклонников оригинальной игры. Да, переделали многое, многое добавили. Но графика спустя год уже смотрится ужасно. Многие ошибки так и не устранили, а игровой процесс отдает нафталинам. Тем не менее, если вам приглянулся Dungeon Siege, советую обратить внимание на Broken World. Игра по-прежнему привлекает. Высчитывание урона, вывод формул и поиск слабых мест у монстров. Все как и раньше, все на месте. Как вы помните, в оригинальной игре нам таки удалось надрать уши магу Валдису. В результате чего мир Dungeon Siege 2 претерпел значительные изменения. Если коротко, то он был практически уничтожен. Королевство в смятении, повсюду шаствуют монстры, люди мутируют и нападают на своих бывших сородичей. Событие аддона Broken World стартует спустя год убийства Валдиса. Место вселенского зла оставалось вакантным недолго. Из тени вышел страшный и ужасный темный маг, которого так и зовут Dark Wizard. Он решил прекратить страдания всех обездоленных и угнетенных, попросту уничтожив мир. Нам, соответственно, надо ему помешать. Продажи аддона Broken World начались 1 августа 2006 года. В игре имеется мультиплеер, поддерживающий до 4 человек. Системные требования — это процессор с частотой 2 ГГц, гигабайт оперативной и 64 мегабайта видеопамяти. На жестком диске Broken World займет 700 мегабайт. Учтите, что для игры в аддон вам потребуется полная версия игры Dungeon Siege 2. Фундаментальное нововведение. Это два новых класса персонажей. Feast of Stone, каменный кулак и Blood Assassin или Кровавый убийца. Оба класса гибридные. Душегуб использует оружие дальнего боя и боевую магию. Спелые у него направлены на облегчение убийства жертвы. Он старается ослабить защиту или, например, хорошенько прокопитить кровь в жилах. Каменный кулак же комбинирует ближний бой и природную магию. Такую, как защита от стихии, лечения и тому подобное. Геймплей эти товарищи действительно спасают. Играть становится интереснее. Четверку за играбельность получает аддон Dungeon Siege 2 Broken World. Графика ничуть не изменилась по сравнению с оригиналом. Только в глазах очень большого фаната Broken World выглядит хорошо. Людям же, увидевшим аддон впервые, сделаются не по себе. Вообще не очень понятно, на что рассчитывали разработчики, выпуская игру с графикой 2003 года. Видимо, все на тех же фанатов серии. Но они тоже люди и до бесконечности играть в одну и ту же игру не могут. Тройка за внешний вид. Звуки не претерпели никаких изменений. Новые персонажи озвучены все теми же стандартными сэмплами, а диалоги которых в игре аж на 10 часов усыпят любого. За звук игра получает также 3 балла. Broken World подарил нам двух довольно интересных персонажей, которые помогут вам скоротать пару вечеров, но не более. Разработчики явно делали упорный геймплей и лихой сюжет. В итоге получился очень слабый аддон, который сегодня получает 3 балла. Увы и ах, все эти благородные начинания в Broken World гробят заезженная до предела история про спасение мира, катастрофическое однообразие процесса и малая продолжительность игры. Компания проходится буквально за 10 часов, а новые подземелья получились настолько похожими друг на друга и настолько линейными, что просто диву даешься. Прибавьте сюда трехлетней давности движок, и вы получите дополнение, которое по всем параметрам уступает оригиналу. Но все же несколько коварных мест в игре имеется, о них-то мы сейчас и поговорим. Вопрос. Расскажите, пожалуйста, что это за навык героя Тремор? Ответ. Этот навык позволяет вам при каждом ударе вызывать землетрясение, но действует он не всегда. Чем сильнее вы разовьете, тем больше вероятность вызова землетрясения при ударе. Вопрос. В дополнение, помимо старых компаньонов, поселились трое новых наемников, но чтобы они согласились вступить ко мне в отряд, мне нужно выполнить задание с торговцем, который жалуется, что его бывший партнер сошел с ума и украл товар. Помогите, пожалуйста. Отвечаем. Торговец просит убить напарника и вернуть товар. Дойдя до северного портала Blasted Valley, перейдите мост, поверните на восток и спуститесь в флажбинку. Разберитесь с монстром, заберите рюкзак и навестите торговца, чтобы получить свою награду. И вновь бравые американские солдаты подгоняют амуницию, тщательно проверяют оружие и проводят непривычно много времени на тренировках. Совсем скоро им предстоит очередная война в каком-нибудь богом забытом уголке нашей планеты. Они собираются на очередную РТС-войну, чтобы научить отсталых виртуальных аборигенов демократии, правам человека и позволить компании Most Wanted Entertainment и ее верному издателю HD Interactive заработать денег на своем проекте Joint Task Force. Когда вам говорят, что это стратегия в реальном времени, не верьте. Время, конечно, реальное, но вот сама игра какая-то чересчур тактическая. Рассаживать офицеров по танкам — это еще куда не шло. Но рассаживать по этим же танкам пулеметчиков — это, знаете, уже слишком стратегично. А уж когда делок доходит до захлопывания крышек люков вручную, ну, то есть мышкой, чтобы пулеметчиков не зацепило вражеским огнем, тут ты понимаешь, что Joint Task Force интерфейс, который подозрительно напоминает стратегию, таковой категорически не является. Сюжет игры при ближайшем рассмотрении выглядит сравнительно оригинально. Неназванные западные государства, отчаявшись добиться приличных результатов от миротворческого контингента ООН, создают свои особые, чуть менее миролюбивые войска. Ну и, конечно, отправляют их наводить порядок в мире, в том числе и бороться с группировкой, подозрительно похожей на Аль-Каиду. Игра поступила в продажу 12 сентября 2006 года. Локализация от компании Soft Club появилась 1 декабря. Рекомендуемые системные требования. Процессор 3 ГГц, 1 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ видео, а также 4 ГБ на жестком диске. Игровой процесс выглядит приблизительно следующим образом. Наш героический отряд высаживается на карте, доходит до назначенной точки, после чего получает бурные аплодисменты телезрителей и свежую порцию денег налогоплательщиков. Бабло немедленно тратится на амуницию и пополнение, но отряд отправляется в следующую контрольную точку, где ситуация повторяется. Ну и еще эти. Журналисты. Иногда на пути возникают враги. Умом они, как и положено врагам, не блещут, зато могут здорово попортить шкурку нашим бойцам. За геймплей ставим четверку с минусом. Миссии совершенно линейные, брифинги излишне пафосны, а солдаты запредельно тупы. Из светлых сторон замечена только одна. Игра очень красива. Можно даже сказать, чрезвычайно красива. И дело не только в количестве полигонов на модели. Дело в том, что нарисовано все очень хорошо и аккуратно. С первого же взгляда чувствуется, а вкус у разработчиков есть. За графику ставим 5 баллов. Озвучка в игре в принципе хорошая. Бодрые голоса, сделанные со вкусом спецэффекты, а вот музыка слишком пафосная. И от этого звучит глупо. За озвучку ставим 4 балла. Джоинт Таск Форс красиво, но при этом внутри нет вообще ничего. Ну не записывать же в преимущество такую сомнительную штуку, как магазин, где можно покупать танки. А на одном внешнем видео далеко не уедешь. Нужно бы в коробочку еще чего-нибудь положить. Общая оценка игры 4 балла. Вообще, Джоинт Таск Форс оставляет удивительно хорошее первое впечатление. Вроде как ничего новаторского, никаких громких обещаний сказать новое слово в РТС-жанре, но в то же время на каком-то подсознательном уровне начинаешь верить, что это вполне себе качественная стратегия. Пусть и не очень серьезная, но интересная, способная затянуть всерьез и надолго. И для тех, кого эта игра уже затянула, но появились вопросы по прохождению, наши ответы. Первый вопрос. Подскажите, как ремонтировать технику? Отвечаем, все просто. Есть специальные машины для ремонта. В такую машину нужно сажать хотя бы одного инженера и активировать опцию Mobile. Для этого необходимо нажать клавишу Z. Следующий вопрос. Почему у меня внезапно заканчиваются миссии во время боя? Я просто дерусь с противником, и в это время появляется сообщение, что миссия провалена. Отвечаем. К сожалению, некоторые из солдат не совсем обычные. Они офицеры. И если их убьют, то миссия заканчивается. Поэтому лучше держать их в бронетранспортерах. Правда, бывают ситуации, когда офицеры могут проявлять свои таланты. Например, они очень точно стреляют из гранатометов. И еще один совет. Поскольку мозгов у ваших солдат маловато, за ними нужно постоянно следить. Они могут пойти не тем путем, который вы указали. И они совершенно не любят стрелять во врагов. Нужно постоянно тыкать их носом, куда именно стрелять и в какой момент времени. Вот и все. Задавайте свои вопросы по прохождению на адрес faq.moos.tv.ru Мы обязательно ответим. И не забывайте про форум на нашем сайте moos.tv.ru Там вы можете задать еще больше вопросов. И помните, вы играете, а значит в душе у каждого из вас живет актер. Актер нового жанра, современного искусства. До скорого. С вами был Борик. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok